Здравствуйте! С вами программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Сегодня 19 июля. В нашей программе будет представлен зодиакальный гороскоп с исторической справкой о событиях в этот день. Овны сегодня будут властвовать и распоряжаться. Египетский король Фуат I в 1928 году распустил парламент и провозгласил себя абсолютным монархом. Фуат был первым королем независимого Египта и являлся младшим из 12 детей Хидива Исмаила. Окажут помощь своим друзьям сегодня тельцы. В 1789 году тогда еще малоизвестный депутат Максимилиан Робеспьер, будущий лидер французской революции, впервые выступил с поддержкой революционеров. Успешность в карьере ожидается у близнецов. Первая кинопроба Мерлин Монро, в результате которой она заключила контракт с киностудией «20-й век Фокс», произошла в 1946 году. Ракам следует позаботиться о безопасности своего имущества. Корабль «Мари Роза», гордость военного флота Генриха VIII, в 1545 году опрокинулся и утонул. В результате этой катастрофы погибло 700 человек. Судно было поднято в октябре 1982 года и взято на верфи Портсмута. Отправиться в командировку в другую страну сегодня возможны львы. Президент Франции Раймонд Пуанкаре прибыл в Петербург в 1914 году. Основное событие его президентства – это Первая мировая война, сторонником которой он считался. До ее начала имел прозвище «Пуанкаре война». В момент тяжелых испытаний для Франции, особенно в начальный период войны, Пуанкаре и его правительство во главе с Джорджем Кремансо достойно справились с организацией национальной обороны. Девам сегодня предстоит участие в спортивных состязаниях. У вас есть все шансы стать победителями. В Хельсинке в 1952 году президент Финляндии Охо Паасикеве открыл 15-е Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие советские спортсмены. Героем игр стал чех Эмиль Затопик, который одержал победу на дистанции 5 и 10 километров, а также в марафонском беге. Позаботиться о своем здоровье следует весам. Возможно, те недомогания, которые у вас периодически бывают, кроют в себе опасный источник инфекции. В Люксембурге свой последний концерт в 1886 году дал Ференц Лист. Через два дня он прибыл в Байрат, Германия, для участия в вагнеровских торжествах. Композитор слег в постель с сильной простудой, которая перешла в воспаление легких и в последний день месяца скончался, на 75-м году жизни. Лист был величайшим пианистом 19 века. Его эпоха стала расцветом концертного пианизма. Скорпионы сегодня, возможно, отправятся служить Отечеству. Поэт Александр Блок в 1916 году был призван на службу в армии. Первые стихи Блок написал в пять лет, а напечатался с 1903 года. В 1904 году он опубликовал сборник «Стихи о прекрасной даме», где предстал как лирик-символист. Из речения, которые станут впоследствии знаменитыми, могут произнести сегодня стрельцы. Лидер испанских коммунистов Долорес Ибарури в 1936 году в речи по радио впервые провозгласил лозунг «Но пасаран», что означает «они не пройдут». Она была активным участником республиканского движения в годы гражданской войны в 1936-1939, затем деятелем эмигрантской оппозиции в диктатуре Франко. На протяжении длительного времени жила в СССР, даже получила советское гражданство, а ее единственный сын вступил в Красную Армию и погиб в битве под Сталинградом. С 1942 по 1960 годы Долорес являлась генеральным секретарем, а с 1960 года до конца жизни председателем коммунистической партии Испании. После смерти Франко и легализации партии при Хуане Карлосе I вернулась в Испанию и в 1977 году была избрана депутатом Кортесов. Козероги сегодня могут запустить удачный проект. Сингл Элвиса Пресли «That's all right, mama», «Blue moon of Kentucky» вышел в свет в 1954 году. Несмотря на три десятилетия, прошедших со времени его смерти, Элвис Пресли продолжает оставаться самым успешным исполнителем популярной музыки 20 века, и ему до сих пор принадлежит множество непревзойденных рекордов в области звукозаписи. Его известность настолько широка, что большинство людей называют его лишь по имени Элвис. С Элвисом Пресли также ассоциируется устойчивое словосочетание «Король рок-н-ролла». Решение, которое кардинально может изменить старые устои, примут сегодня водолеи. Президент Борис Ельцин в 1991 году издал указ о депортизации всех государственных органов России. Рыбы создадут сегодня ноу-хау. Французский ученый Джозеф Ньепс в 1821 году произвел первую в мире фотографию. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Как сказал немецкий религиозный деятель Мартин Лютер, если мне скажут, что завтра наступит конец света, то еще сегодня я посадил бы дерево. С вами была программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина.